ю-жу-жу-жу-жу-жу-жу-Think здорово всем дорогие друзья! сегодня охуенный день, а любой день хоть когда что нужно пожать. И в частности, если это что-то необычное. И сегодня оно будет как раз таким блюдом из разряда необычных. И не просто необычных, а вообще, наверное, вот это оно будет самое необычное блюдо в мире. Потому что я думаю, что никто бы никогда не стал готовить что-то подобное. Потому что казалось бы, вот эти все ингредиенты они вообще несовместимы. И сейчас оно уже стоит на печке, я буду его насыпать. Одну минуту. Нужно было варить и 10 минут, но не было лень, так? Я варил где-то 5-6. Блин, может еще сыр. Ну, горячий сыр не бывает. Блядь. Рассыпалась и в ракуину попала. Блядь. Много сварил, он сварил. И так далее, друзья. И сегодня у меня он будет обзор на макароны. Но это будет не просто макарон. И даже не с каким-то соусом, но как у меня обычно. Потому что сегодня у меня он будет макароны с секретным ингредиентом. Секретным ингредиентом. Потому что этот ингредиент вообще никогда ни у кого не ассоциировался с макаронами. Потому что это крабовые палочки. Ну, крабовые палочки. То есть, вот так они выглядят. Выглядит очень аппетитно, очень аппетитно. И я их, ну, буду сейчас... Ну, сначала, ну, порежу. И, ну, потом, ну, буду ложить в макароны. Да, ну, крабовые палочки в макароны. То есть, вы можете себе на такое представить? Ну, для начала давайте же вскоим эту упаковку. Так. Так. Вес этих крабовых палочек 220 грамм. Ммм, какой же запах. Ммм, да, этот запах ничем не спутать. Так. Так. Ммм. Я думаю, все любят крабовые палочки. То есть, невозможно в этом мире найти человека, который не будет любить крабовые палочки. Ммм. Я думаю, ну, пока достаточно. Ну, потом есть будет недостаточно, то еще доста. Ну, три штуки. Так, что-то не хочет открываться. Сочный. Очень ароматный. Такой рыбный запах. Ммм, насыщенный цвет. Ну, крабовые палочки, думаю, у всех обычно ассоциируется с Новым годом, потому что на Новый год обычно готовят там оливье и салат с крабовых палочек. Так. Ну, я, ну, решил... Блядь! Ну, я, ну, решил приготовить их летом-летом. Ну, точнее, не то, что он приготовить. Так. Так, ну, три штуки. Давайте же нарежем их, нарежем их. Нарезать я, ну, буду на мелкие кусочки. Так. Ммм, ну, как же пахнут. Так. Я хотел... А еще более на мелкие, но... Не получилось. Ну, ладно, ну, пусть будет так. Очень сочные. То есть, с них, ну, течет, ну, то ли сок, ну, то ли вода. Но они не были заморожены, так что, скорее всего, сок. И дальше мы, ну, просто наберем в аббатаке ложим их сверху. Ложим их сверху, то есть выглядит очень аппетитно. Вот такой, ну, контраст цветов. Я вот реально, ну, думаю, что за всю историю человечества никто никогда не ел макароны с крабовыми палочками. Так что я решил это и изменить. Все, ну, когда-то нужно впервые сделать вот так. Так, я думаю, еще одно, еще одно. Это маловато. Ну, то есть, должна быть не просто там вкус макарон, а вкус крабовых палочек он должен преобладать. Блин, куда их положить? Многие говорили, что якобы я не имею готовить. То есть, а вот вам, блин. Это вообще-то величайшее блюдо в современной стиле. Так, я... Вы только посмотрите, как выглядит, то есть... А запах-то... Горячие макароны с холодными крабовыми палочками все в комплексе, но дает вот такой сбалансированный вкус, потому что летом не хочется горячее. Вот. Вы только посмотрите, как это все выглядит. Ммм. Очень аппетитно, я считаю. Я думаю, мне сейчас завидуют многие. Так, и давайте же фотографии наставку. А теперь самое интересное. Давайте же попробуем. Сейчас многие могут сказать, да, оно, наверное, уебичное на вкус. То есть, вот такое хрючевое. Блин, а макароны с крабовыми палочками вообще ни хуя не совмещаются. То есть, это вообще, ну, теорически, ну, разные, ну, блюда. Ну, то есть, ингредиенты, ну, предназначенные, они для совершенно разных целей. То есть, ну, крабовые палочки для салата, там, для холодных, а макароны, ну, как раз-таки горячее, горячее так. Ну, и давайте же еще одну достанем, ну, просто чисто вот так, чтобы съесть. Вот такие крабовые палочки. Я на крабовые палочки ем очень редко. То есть, в последний раз я ел крабовые палочки где-то лет, ну, 15 назад. Давайте еще раз потороплю наставку и вот так. Так. Сейчас, ну, многие писат, ну, блядь, ну, полчаса чисто потороплю наставку. И так, ну, дайте же попробуем. Саму крабовую палочку вот так она вылевит. Ммм. 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 Да, этот вкус ничем не спутать. Ммм. Я думаю, все в детстве, когда, ну, мамка, там, на Новый год либо же на какой-то другой праздник готовила салат вот с крабовым палочек, то пока она там резала, ну, то есть, его незаметно, ну, как бы, ну, пиздили со стола с упаковки, ну, крабовую палочку и чисто ее там сжали. Ммм. А теперь все мы еще ну, дайте же попробуем. Вот так и выглядит в разрезе. И, кстати, для тех, кто не знает, ну, крабовые палочки, они делаются вообще нихуя не с крабов. Ну, даже там не с раку, не с креветок. Ммм. Ммм. То есть, вот так это все выглядит. Ммм. Можно сказать, ну, крабовый макарон из салата получился. Ммм. Я вам, честно, скажу на вкус это афулена, потому что у меня когда-то был обзор на макароны с красной-черной икрой и в тот раз оно получилось уебищное на вкус. Мне абсолютно не понравилось, хотя и то, и то относятся к рыбным продуктам. И вот, кстати, здесь даже на покупке написано, ну, крабовые палочки с белой океанной рыбой. Ну, то есть, а есть ли здесь хотя бы а, и вот состав, короче, сурими сурими это, ну, как раз таки синоним вот, можно сказать, крабовых палочек. Сурими это вот в скобочках ну, рыбный фарш, сахар с стабилизатором перефасфат какой-то, ну, в общем, какая-то химия 43% это чисто ну, рыбный фарш. И вы, наверное, думаете, а остальные там сколько там осталось? Ну, 57, наверное, это ну, крабы, ну, нихуя. Потому что сатаны 57 это очищенная вода, ну, крахмал, ну, крахмал, аромат краба. Натуральный, натуральный, что самое главное. Вот это не так уж плохо. То есть, хотя бы что-то есть. Ну, хотя я лично настоящего краба никогда в жизни не ел, потому что я нищий, вот, нигде не работаю, но вот те люди, ну, которые его не ели, они говорят, что вкус у него, ну, категорически, ну, другой. То есть на 180 градусов отличается от краба ну, палочек. То есть, это, можно сказать, жалкая, ну, пародия на настоящее крабовое мясо. ну, оно-то и стоит там, бля, в десятки раз дороже. А еще вот крабовые палочки Саш, бля, часто вложат там в суши, в роллы. Кстати, вот, страна, ну, происхождение Сурими США в Вьетнам. Ну, то есть, что, бля, вы хотите сказать, что вот эти крабовые палочки везут в США. Ну, тогда, в принципе, можно объяснить, почему на них такая цена. Вьетнам. Крабовые палочки, они стоят очень, ну, дорого, ну, по крайней мере, ну, для меня вот. Вот эта упаковка, ну, я ее не покупал, но у нас стоит в районе, там, не знаю, гривен, наверное, 80, а может, должно больше. Не, ну, в принципе, ну, понятно, почему везут в США, потому что написано с белой океаничной рыбы, то есть, хотя, по сути, я думаю, если бы сделали с какой-то другой там рыбы, ну, бля, если там в речке даже, ну, поймать, не знаю, какого-то вот эту, бля, ну, кильку, то я не думаю, что вкус бы особо отличался. Потому что она в итоге все равно там превращается в фарш, а любая рыба, она, в принципе, имеет одинаковый вкус. Ммм. не, ну, в принципе, вот, не смотря на то, что это вообще нихуя не, бля, как-то, ну, не подходящие друг другу продукты, конечно, это не сравнимо там салатом с крабом и палочек, но тем не менее. У меня, в принципе, как бы, вот такой кулинарный вкус. То есть, я считаю, что все продукты, что это есть в холодильнике, их можно совместить между собой. Сейчас, кстати, если бы всегда добавить еще майонеза, то получилось бы намо вкуснее. То есть, крабом, палочки охуенно сочетаются с майонезом. Ну, в принципе, ну, даже и так неплохо. Ммм. 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 Да, если, например, в салат с крабовых палочек добавить макароны, то тоже, в принципе, охуенно получается. То есть, вот эти какие-то заведения, общественные питания, мотайте на ус. Но таким образом можно можно сэкономить. То есть, макароны дадут дополнительную усы. То есть, вам там могут сказать, что это за хуня, нахуя вы себе макароны добавили. Но, тем не менее, если в этом какая-то забегалока, где в основном там какие-то алкаши собираются, то они в итоге даже ничего не заметят. Многие мне часто напишут, типа, почему-то как-то якобы неправильно держишь вилку. Ну, как Влад Савельев, ну, типа, ну, я считаю, что нету такого слова ну, правильно, либо же нет. То есть, я же не какой-то там честной ощущений, бля, ну, долбоёб, какой-то сноб, чтобы там, бля, ходить, ну, куда-то, бля, не знаю, в места с таким же контингентом, чтобы там выёбываться. посмотрите, я, правильно, ложкой держу. Я считаю, что, ну, правильно, это так. ну, как тебе удобно, то есть, если там, например, выдумывают какие-то правила этикета за столом, это же не значит, что вам будет так удобно есть. А если вам, не знаю, скажут, например, есть там не какое, а наобля, вы что, ну, тоже начнете вот это исполнять, ну, то есть, хотите, вот так надержите, хотите, вот так вот, я, ну, по-разному надержу, я не вижу ничего такого, чтобы вот так надержать, то есть, очень сытно она получилась, что самое интересное, их делают в Одесской области, вот в Одессе там есть вот это, ну, море, блин, не знаю, там, ну, какой, черный, либо же Одесс, ой, блядь, Азовская, и вместо того, чтобы там, ну, ловить, ну, какую-то, ну, рыбу, они везут вот в этот фарш с США, то есть, нахуя, спрашиваются, то есть. я считаю, лучше бы здесь, ну, была, ну, какая-то там, ну, местная, ну, дешевая рыба, но они стоили, ну, дешевле. Хотя, она сейчас, в принципе, даже на банальную, нубильку вот, еганутую цену, то есть, ну, баночка вот этой, пильки там, в районе, ну, 30-40 гривен, то есть, это вообще, я считаю, неадекватная сна. то есть, вот это было практически сбалансированное блюдо с макаронами, то есть, обычно еда там, ну, для нищих, и с крабовым палочком, то есть, еда там для аристократ. вот такой, компромиссный вариант. Если вам, например, там, гвоздик, ну, приехали какие-то миллионеры, и вы не знаете, что будет приготовить, чтобы не опозорить, то вы можете приготовить макароны с крабовым палочками, то есть, они сначала увидят макароны, скажут там, блядь, что это за хуйня, то есть, я не буду это есть, а потом они увидят крабовые палочки, и так, ну, попробуют, ого, нихуя себе, ну, то есть, ну, какое охуенное блюдо, ну, то есть, макароны. Очень сытно получилось, то есть, обычно я вот эту, бля, ну, как это называется, на тарелку съедаю, там, бля, за две минуты, а за счет макароновых палочек, то есть, ммм, бля, наконец-то, в общем, как не бежать, сегодня мы уже был обзор на макароны, ммм, с крабовыми палочками, мм, я не буду оценить, мм, ну, как бы, вот это, блюдо, потому что, чтобы для вас сохранялась и интрига, и вам от увиденного, вот, запте, приготовить, вот такое, ну, ну, в общем, сами вот, ну, приготовите, и, знаете, вот, вкусно вот это, и на какую оценку, оно тянет, вот, вот, в общем, ну, было такое видео, если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до встречи в новых видео.